Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, как Россия несла культуру на восток. Потому что очень долго Россия представляла себя среди восточных народов в качестве такого себе культуртрегера. Мол, даже западную культуру, даже европейскую культуру можно было получить через Россию. Но в действительности культуртрегерами называют колонизаторов, которые прикрывают угнетение народов, захваченных ими стран, лживыми заявлениями о насаждении культуры. Поэтому я сейчас вам расскажу, кто в действительности, чего, кому принес. Можно начать даже с Авицены, то есть Ибн Сины. Который во времена Ибн Сины, который в Бухарее и в Хорезме в свое время дискутировал об Аристотеле. Кто о чем дискутировал на территории российского залезья. Кто там знал хоть одну букву. Я так подозреваю, что в то время никто. Таким образом, о культурных и литературных влияниях России на восток и востока, главное, на Россию. Наверное, вы все знаете прекрасно о татарском происхождении русских поэтов. Многие знают, по крайней мере, от Ахматовой до Державина и так далее. Но я вам скажу, что очень и очень правдивая весть состоит в том, что русскую культуру создали даже не татары, а турки. Это искренняя правда. Это самая настоящая правда. Но об этом немножко попозже. А сейчас о татарах. Гавриил Державин. Поэт, правда, с таким немножко косноязычный. Но в то же время явно татарского происхождения. Карамзин. Карамзин написал русским этот татарин. Карамурза. Историю государства российского. Кстати говоря, вот эти карамурзы, которых мучает Путин сейчас. Они тоже, скорее всего, от этого же карамурзы. Был такой Сергей Аксаков. Тоже интересный человек. Это основатель славянофильства фактически в России. Этот основатель славянофильства, как это часто бывает, был совершенно не славянином, а скорее всего татарином. То есть наверняка татарином. Вот он автор, в частности, Аленького цветочка. Иван Тургенев тоже татарин. Отцы и дети. Записки охотника. Всеволод Гаршин, кстати говоря, очень оригинальный писатель. Такой интересный. Вот. Тоже татарин. Булгаковы. Ну, Казе понятно. Кем могут быть люди с фамилией Булгаковы. Был еще и Огарев тоже татарин. Чадаев, Куприн, татарин. Куприн, кстати, неплохой очень писатель. Мы же говорим о русской литературе. А тот вообще тюбитейку носил. Лев Толстой тоже какой-то стороной своей татарин. Достоевский даже. Ну, Достоевский, по правде, был всего понемножку. Даже немножко поляк. Хотя поляков ненавидел. Просто люто. Но такое тоже бывает. Если бывают славянофилы и основатели славянофильства из татар, то всякое бывает. Вот у нас была такая поэтесса Анна Ахматова. Вообще-то она по фамилии Горенко. Но ее папенька, Тату, ее запретил ей в молодости использовать его фамилию, чтобы она не позорила своими стишками его фамилию. И она взяла бабушки в честь какой-то там татарки. Вот. Таким образом Ахматова. И, собственно говоря, татар великое множество. Откуда? Откуда эти татары? Почему такой вид? Их так много в русской литературе. Наверное-ка, ответ очень простой. Потому что их было много среди мелкой знати. То есть, среди дворянства было огромное количество различных татарских родов. Они выезжали из Орды. Московиты их перекупали. Соответственно, дворянство было в очень значительной степени татарское. А кто мог писать? Могли писать только грамотные. Грамотные татары. Вот и писали, собственно говоря. А это уже потом. Московиты позже довели татар до такого состояния, что издевались в 19 веке, как говорил Даль. Над татарами говорили. Князь продай мыло татарам. Здесь возщики были татары. Ну, короче, довели их от князей до продавцов мыла. Это судьба угнетенных народов России. Вот. Но, тем не менее, среди дворян их тоже было. Оставались, так сказать, остатки. Вообще, все знают об Эфиопии поэте Пушкина. Тоже, в принципе, Восток, да? Эфиопия. Но никто не знает о том, что первым, самым первым русским писателем, написавшим первый роман на русском языке, был Турак. Турак написал первый роман на русском языке. Более того, этот Турак за три года выучил русский язык лучше самих московитов, москвитян. Тогда еще москвит... Ну, русские еще назывались москвитянами. В общем-то, между собой. Но царица приказывала их колотить, если они себя называли москвитянами. Их нужно было уже называть россиянами в то время. И вот этот Турак, который написал первый, самый первый русский роман, назывался Федор Александрович Эмин. Но в действительности Магомед Али Эмин. Помер он в 1770 году. А первый русский роман в 1763-64 выходили. Чем он интересен? Ну, такой, можно сказать, авантюрного склада. В 18 веке было много таких людей. Послужил в турецкой армии Янычаром. Языка московитского вообще совершенно не знал, когда подавал прошение царицы. Написал его на итальянском. Сам знал несколько языков. Минимум шесть. И был, собственно говоря, в штабе Екатерины Второй. Служил в этом штабе. И написал несколько таких, несколько произведений собственных. И попереводил множество книжек. И продавал среди местного, так сказать, населения. Московитского. Которая уже научилась понемножку дворянства хотя бы чуть-чуть читать. И, ну вот, самая смешная история, что он реально за 2-3 года выучил язык лучше местных московитов. То есть лучше всех остальных. Вот. Как назывались его романы? Награжденная постоянность или приключения Лизарка и Сарманды. Приключения Фемистокла и разные политические, гражданские, философические, физические, военные его с сыном своим разговором и так далее. Ну, короче, названия такие матовые в стиле 18 века. Но вообще на безрыбье он был первой рыбой. Потому что в России писателей было тогда ноль человек. Это было, ну, собственно говоря, меньше писателей, чем в какой-то захудалой немецкой деревушке. Ну, это такая, такая правда. Более того, этот Эмин написал еще и российскую историю в трех частях. Тоже для Екатерины, изданной в 1767 году. Но набрехал там с трикороба, то есть повыдумывал, как это было заведено в российской историографии тогда. Следом за Татищевым повыдумывал источники. Ну, короче, это билистристика, скажем, в стиле того же Флоридора и всех этих историй 18 века. То есть она как источник смысла не имеет, но как литературное произведение вполне себе неплохое. Таким образом, Турак основатель романов, литературной прозы российской. Второй Турак основатель русской поэзии. То есть я не говорю о державине, который татарин. Но это действительно так. Я говорю о основателе российской поэзии. Об авторе слов государственного гимна Российской империи, боже, царя охране, написал Турак, боже, царя охране. Вот, это речь идет о Василии Жуковском. Мало его знали, хотя он в действительности литературный наставник Пушкина. Он Пушкина фактически выгораживал от дуэлей, чтобы он там не стрелялся с этим Дантесом. Он очень влиятельный стал при российских царях, воспитывал их, воспитывал. Но воспитание, судя по всему, пошло плохо, точно так же, как у Сенеки с Нероном. И он из России счастливо смылся в Германию, этот Турак. Как он туда попал, в Россию, захватили в плен во время осады Бендер. То есть, вот этих Бендер, которые в Молдове. Захватили Турчанку, молодую, 16-летнюю. И отдали, какой-то крепостной отдал ее своему барину. На он, барин, лучший тебе привез, так сказать, из похода. И этот барин, барина фамилия была Бунин. Этот Бунин, барин, не захотел ей давать свое имя. То есть, он с ней жил, так сказать. У него много было наложниц там у каждого барина. В то время по десятку крепостных рабынь. Вот. И, ну, как правило, по-разному. Но, короче, имя дал ему киевский один шляхтич. То есть, ну, дворянин. То есть, фамилию он его фактически усыновил. И получился Жуковский от этой Турчанки. Чем он еще интересен? Перевел Одиссею. Фактически, стиль основал русской поэзии. Вообще, стихотворные размеры русского языка. Фибрахий, ямп, гегзометр и так далее, и так далее. Вот этой все вещи. Основатель русской поэзии. У которого Пушкин, который, собственно говоря, Пушкин говорил, что это мой учитель. И вообще, и так далее. То есть, учитель Пушкина. Вот. И, кстати говоря, он помогал разным-разным там, ну, свободолюбивым людям. В России там разных этносов. В том числе, говоря, и Тарасу Шевченко этот турок помог. Освободиться из рабства. И многих других там поддерживал, разных поэтов, которые только возникали. Вот. Сорвал, как я уже говорил, первую дуэль Пушкина с Дантесом. Но Пушкин был упрям. Упрям. И вторую не получилось сорвать. И таким образом, кто еще, кто еще, а вот еще, этот Жуковский очень много переводил, ну, как восточный человек, персидских, индийских, еврейских, всяческие истории. Изучал Крым, так и так далее, и так далее. То есть, он был, можно сказать, очень такой влиятельный. Влиял на двор. Влиял на воспитание царя. Но в итоге, как я уже говорил, смылся в Германию благополучно. Потому что цари, так сказать, умных не всегда любят. Еще один турок. Основатель еще одного направления в русской литературе. Это очень известный турок. И вообще особенный русский писатель. Его фамилия Константин Паустовский. Чем он отличается? Это действительно, будем рассказывать о русской литературе. Это действительно очень такой спокойный, уравновешенный, совершенно не похожий на нервный стиль российской литературы. Российская литература вообще между воплями и надрывом такая, или между чем-то таким, наоборот, очень таким огнетенным. А это такой очень спокойный, полносильный такая, ну, короче, интересная литература. Кто-то говорит, что такая между флегматичная и меланхоличная. Так вот, этот Паустовский, кроме того, что он турок, он еще и запорожский казак. То есть по роду украинец. Поэтому и, собственно говоря, особенная эта литература у него получается. То есть представители его были украинцы, дед со стороны отца, запорожский казак. И привез турчанку из похода. Вот. И женился на этой турчанке Фатиме. И, как говорил сам Паустовский, что бабка его была деспотична и придирчивая. Выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Ну, это когда он уже стал взрослым. Он сам прямо писал, что он полутурок. Бабушка была чистокровная турчанка, родом из Казанлыка в Афраке. Это на территории сейчас Болгарии. Вот. А, собственно говоря, вырос он на Украине. И сам говорил, что его все родственники говорили на украинском языке. И что лиризму, он благодарен вот этому лиризму, который его отличает, его литературу. Он благодарен многими сторонами своей прозы, образу Украины, который носил в своем сердце. Ну, и так далее, и так далее. Вот такие вот основатели различных российских течений. Ну, это, конечно же, честно говоря, ничего здесь нового. Вообще, 500 лет назад московиты ходили в чалмах. Если вы посмотрите рисунки французов, московицкой народной даже одежды 18 века, вы увидите, что люди ходят в чалмах. И князья ходили в чалмах. И вот есть рисунки Герберштейна, который был в Москве в 516-21 годах. Московиты ходят в чалмах. Такое вот преклонение перед востоком. Это потом началось преклонение перед западом. Даже цари, эти московицкие князья ходили тоже в чалмах. Таким образом, мы увидели огромное влияние востока в действительности восточных людей на формирование российской литературы. Точно так же, как и украинских, собственно говоря. И Гоголь, и другие писатели украинского происхождения, тот же Паустовский. Почему? Почему этот вопрос? Неужели русские такие тупые, что не смогли написать свою литературу? Честно говоря, вряд ли. Ну, в частности, поэзии. Вряд ли. Особенно в XVIII веке фактически московиты сами не знали свой язык. Язык московицкий только формировался. Иногда искусственно. Иногда цари делали заказ для того, чтобы был сформирован язык. То есть вдумывали и привносили специально новые слова, которые потом фактически через царские грамоты, указы и так далее легитимизировались. То есть язык был очень простой, что вот этот Эмин, Федор Эмин, турок, приехал и за два года говорил лучше, чем московиты. Ну и кроме того, есть фактор знати. Все-таки татары были в знати серьезно. Особенно в мелком дворянстве их было огромное просто количество. А уже потом московиты над ними издевались, говорили, князь продай мыло. Но еще один, честно говоря, пункт может быть не очень приятный для русских. Но я его должен сказать. Наверное, русские слишком рациональны для поэзии. То есть слишком рациональны. Ну вот послушайте русские частушки. Какая там, собственно говоря, поэзия? Вот такая же, как в секторе газа. Потому что сектор газа это, по сути, продолжение развития российских частушек. Ну вот такие же и стихи. Когда-то Кюстин сказал, что у русских язык существует как в качестве отмычки в чужое жилище. То есть на какие-то вещи их разбрасывать, этот язык, для каких-то там, сказать, комплиментов, в то время, когда вокруг звучит все совершенно иначе. Ну это, во-первых, неестественно. Во-вторых, зачем? Зачем? То есть русские слишком, ну очень-очень в действительности рациональны. Хотя рассказывают о русской душе специально для того, чтобы ввести других в заблуждение. Из своей рациональности не рассказывают о своей русской душе. Вот. У восточных же народов все наоборот. Русский язык использовался для раздачи комплиментов. Вот. В действительности. Не так, как обмануть, да? Как в России, а для раздачи комплиментов. Был такой украинский филолог, писатель Агатангел Крымский. Очень известный. Он знал 67 языков досконально. Достаточно. На достаточном уровне, чтобы говорить, читать и писать. Вот. Это очень близко, кстати говоря, к мировому рекорду. И вот этот Агатангел Крымский, он, кстати говоря, из крымских татар в Украину попал. И в 17 веке его предок приехал в Украину. И вот он, крымский, написал историю Османской империи, историю арабской и персидской поэзии. Знал их лучше, чем сами арабы и персы. В то время на Ближнем Востоке он был в Ливане. Говорил, что когда-то приехал с арабским языком в Ливан со старым, который он изучил под манускриптом 11 века. И, значит, пытался разговаривать с местными арабами на этом языке. Никто ничего не понимал. Короче, он потом выучил, кроме старого арабского языка, еще и актуальный, так сказать. И он привез вот эти истории оттуда, из Ближнего Востока, истории о том, как, собственно говоря, как вычурно говорят восточные люди. Вот, например, когда, можно сказать, просто ты мне нравишься, да, а вот как бы сказал турок где-то так, ну, например, в 19 веке. Ну, может быть, в 18-м, 19-м, 18-м. Говорит, ты египетский ласащий, ну, значит, это по-украински я читаю, ты египетские лакомства для попугая моего сердца. Можно сказать, просто ты мне нравишься, а можно сказать, ты египетские лакомства для попугая моего сердца. Вот, поэтому, кто только русским поэзию не писал, от эфиопов до турок, до шотландцев, поэт Фетт и тот немец, Адаль и тот датчанин. Поэтому, когда россияне рассказывают, что они что-то там куда-то там несли, ну, унитаз несли, значит, что-то там еще несли, вот. А насчет культуртрегерства, это все колониальные разговорчики, разговорчики, кто кому что принес. Поэтому, друзья, для борьбы с российско-фашистскими захватчиками помогаем украинской армии. Боец украинского подразделения Овод Евгений собирает на ремонт автомобиля уже и на баллистические очки в количестве всего-навсего 10 штук. Помочь можно на его карточку Приватбанка 5168-7574-1859-6575. С Богом, друзья, до перемоги! С Богом, друзья, до перемоги! Продолжение следует...